Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск разговора о медицине. Тема сегодняшней программы называется так – «Все вопросы о вакцинации и ревакцинации». У нас в студии сегодня замечательный доктор, руководитель Андреева Слава Васильевна. Это заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы центральной клинической медико-центральной части имени заслуженного врача России Валерьевича Александровича Егорова. Здравствуйте, Слава Васильевна! Добрый день! Очень рад вас видеть. Слава Васильевна, у нас сегодня такая очень злободневная тема, потому что, к сожалению, коронавирусная инфекция не отступает. И мы сейчас видим, что идет такой пик даже немножко в преддверии подъема именно ковида. И поэтому мой первый вопрос – скажите, пожалуйста, и в Ульяновской области, и в России есть такая тенденция к росту заболеваемости ковидом. Вот насколько сейчас идет вот такой рост, что вы об этом можете сказать? И по прикрепленному населению нашего учреждения, центральной клинической медико-центральной части тоже, каков рост? Есть такая динамика при росте? Да, к сожалению, мы сейчас все с вами заинтересованные лица и медицинское сообщество наблюдают за тем, за статистикой и распространением коронавирусной инфекции. К сожалению, это видно и по статистике Российской Федерации, и по Ульяновской области, и по нашему лечебному учреждению. Это заметно и по тому, насколько сейчас увеличились вызовы на дом пациентов с заболеванием респираторной, с симптомами респираторной инфекции. Это заметно по тому, насколько чаще стали пациенты обращаться в поликлинику с теми же признаками. И заметно по тому, насколько чаще мы стали исследовать таких пациентов, осуществлять ПЦР-мазки. И результаты, естественно, положительные фиксируются чаще. В среднем прирост на сегодняшний день наблюдается 46%. Но сейчас, мне кажется, Слава Васильевна, уже даже нет вообще никаких вопросов, нет сомнений в том, что коронавирусные инфекции действительно такое грозное заболевание и дающее такие очень серьезные осложнения. С этим, наверное, все уже согласятся. Так вот, единственный выход, чтобы избежать этого всего, это вакцинация. Вот скажите, пожалуйста, вакцинация и ревакцинация, куда людям нужно прийти, где это проходит вакцинация, ну вообще маршрутизация сама, как происходит? Ну, вакцинацию проводят на сегодняшний день, как и ранее, все лечебные учреждения Ульяновской области, в том числе и медсанчасть. Амбулаторное звено, поликлиническое медсанчасть, оно очень большое. Оно составляет три поликлиники, три врачебные амбулатории и четыре ФАПа. И вакцинация проводится во всех подразделениях амбулаторного звена. Записаться на прием и провакцинироваться можно по телефону 48 08 95. Кроме того, можно подойти в поликлинику или в врачебную амбулаторию, вакцина всегда в наличии. И можно вакцинироваться позже в очереди. Прошел мимо поликлиники человек, решил вакцинироваться, зашел и это осуществил. Кроме этого, у нас очень распространена выездная форма вакцинации. ФАПы, амбулатории, где на сегодняшний день нет постоянного наличия вакцины, в первую очередь на первом этапе составляют график, списки пациентов, которые желают вакцинироваться или которые приглашены активно фельдшером или врачом. Составляются списки, формируются. Далее обговаривается день конкретно и час вакцинации, и пациенты приглашаются к этому времени. К этому времени подъезжает мобильная бригада, состоящая из врача и прививочной медсестри, и в полной мере проводится вакцинация населения. Помимо этого, активно используем вакцинацию на дому маломобильных граждан. Также ежедневно проводим вакцинацию, выезжает врач, медсестра, вакцинируем, наблюдаем. Это каждый день происходит у нас. И хотелось бы отметить организации города, которые активно с нами сотрудничают, и не первый раз мы к ним выезжаем. Также формируем списки, обговариваем день, и выездная бригада едет на предприятие и вакцинирует. То есть все так, в свободном доступе все это. Санна Семеновна, вот прямо с языка как раз сняли, хотелось спросить про маломобильных граждан, и у вас этот раздел работы полностью охвачен, да? То есть получается, вообще проблем никаких нет? Только вчера мы выехали, вакцинировали пять человек. То есть это у нас... Санна Семеновна, а вот еще такой вопрос. У человека именно прикрепление имеет какую-то роль, или он может выбрать, где вакцинируется? Или мы никому, как говорится, не откажем вакцинации? Вот такой вопрос. Хороший вопрос, и скажу о том, что абсолютно вакцинируем всех. Даже когда у нас был пункт возле Аквамола, к нам приезжали даже из других городов. Поэтому человек, проживающий на территории Ульяновской области, любой может подойти к нам в поликлинику и вакцинироваться. Также вахтовики, приезжие, к нам из Крыма приезжали, вакцинировались, из Москвы, из Курска. То есть вот я смотрю статистику, совершенно абсолютно любой человек может подойти, вакцинироваться, и также он получит прививочный сертификат. Ну в том числе пункт вакцинации, открывали на Москву шоссе, да, тоже был, тоже в доступе, тоже всегда работал. Причем в такое удобное время, да, люди могли с работы прийти и вакцинироваться, тоже очень удобно. То есть прикрепление абсолютно не имеет никакой роли. Это замечательно. Слава Васильевна, ну тогда еще такой вопрос, он такой немножко может быть сложный, да, но все-таки вот уже были какие-то споры про антитела, я имею в виду, да. То есть вот все говорили, надо сдавать на антитела, не надо сдавать на антитела. Я, например, считаю, что в принципе этого не нужно делать, да, но есть какие-то, наверное, случаи, когда может реально действительно нужно это сделать, да. Ваше личное отношение к этому? Ну на сегодняшний день абсолютно никаких требований по сдаче анализа крови на антитела нет. То есть мы все с вами прекрасно знаем, что на сегодняшний день у нас происходит экстренная вакцинация. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения на сегодняшний день вакцинация происходит раз в 6 месяцев. Для чего это происходит? Для того, чтобы мы с вами достигли определенного уровня коллективного иммунитета. Когда этот уровень будет достигнут, вакцинация будет проводиться один раз в 12 месяцев. Поэтому на сегодняшний день после перенесенного заболевания или после первичной вакцинации, предыдущей и последней вакцинации, через 6 месяцев мы проводим ревакцинацию. Светлана Васильевна, раз уже заикнулись по ревакцинации, давайте все-таки скажем, почему именно 6 месяцев нужно человеку идти и системно вакцинироваться? Вообще, почему нужен именно при вакцинации от коронавирусной инфекции именно такой системный подход у каждого индивидуального человека? Ну вот смотрите, практика все-таки показывает и по наблюдениям через 6 месяцев есть случаи и частые достаточно случаи повторного заболевания. Именно 6 месяцев. Ну и плюс я вам уже сказала о том, что это рекомендация Всемирной Организации Здравоохранения. На сегодняшний день вакцинация и ревакцинация через 6 месяцев. Вот этот вопрос от наших телезрителей такие поступили. Ну предположим, человек переболел коронавирусной инфекцией. Он прививался, переболел коронавирусной инфекцией, скажем, в легкой форме. Как правило, так и происходит. Ему через какой промежуток времени все-таки вы, как опытный врач, должны посоветовать ему сделать ревакцинацию, если он переболел? После выздоровления через 6 месяцев. Через 6 месяцев все-таки. То есть все равно этот период, он такой четкий, пока обозначенный и поддержанный Всемирной Организации Здравоохранения. То есть это все четко оговаривается. Ну тогда еще все-таки по ревакцинации. Вот ваше отношение, почему все-таки ревакцинация, да? Вот почему именно сейчас мы именно к ней вот сейчас, да, вот эту тему поднимаем с вами и именно ее говорим сейчас, обговариваем людям. Что, люди как бы что-то останавливаются все-таки, вакцинируются? Или наоборот, да, как бы просто напоминаем, что это нужно сделать? Ну, вспомним, когда у нас была с вами последняя волна. Это было февраль-март. 6 месяцев у нас с вами прошло, первый момент. Второй момент. Мы все помним, что буквально через 3 недели у нас начнется учебный процесс. Наши дети пойдут в школу, в институты. И как показывает практика прошлых лет, октябрь – это очередная волна. Поэтому у нас сейчас с вами есть время укрепить наш иммунитет. И у нас есть время для формирования этого иммунитета до осенних дней, так скажем. Плюс мы с вами не должны забывать о том, что осень – это наступление периода эпидемических болезней инфекционных. И никто не отменял грипп. И возможно, что мы еще и с вами грипп будем лечить. Поэтому вакцина от гриппа еще не подошла. То есть мы с вами можем сейчас привиться от коронавирусной инфекции, а чуть позже от гриппа. Слава Васильевна, тогда получается, что никаких промежутков между вакцинацией от коронавирусной инфекции и от гриппа, их не нужно даже. На сегодняшний день вакцина от гриппа не поступила. Нет, я вообще говорю. А когда поступит, то есть, пожалуйста, человек может одновременно никаких интервалов не надо. Как от гриппа, например, или от пневмонии. Да, эти вакцины хорошо сочетаются между собой. Хорошо. Ну вот еще тогда такой вопрос по вакцинации опять же. Вот если человек вакцинировался, он может себя чувствовать свободнее? То есть, я не знаю, путешествовать, перестать носить маску, например, в людных местах и так далее. Вот как ваше мнение все-таки? Ну, судя по себе, когда я вакцинировался, я, естественно, чувствовала себя свободнее. Но мы тоже с вами должны понимать, что ни одна вакцина не защищает на 100% от инфекции. Да, вакцина может защитить от тяжелой формы болезни, от осложнений, но риск заражения всегда есть. Поэтому защищать мы себя должны и обязаны, тем более наших родственников. Знаете, я всегда расстраиваюсь, когда я иду по поликлинике, вижу очень много пациентов, сидящих без маски, пожилых пациентов, беременных женщин. И причем, когда я пытаюсь им объяснить, что они должны надеть маску, встречаю и слышу очень много негативных отзывов, откликов. И очень часто говорят, что маска не защищает, я все равно заболел. Но давайте посмотрим, как мы носим маски. Очень часто у нас маска одноразовая превращается в многоразовый предмет. Застиранные, грязные, конечно же, такая маска. И неправильное ношение мы не закрываем нос, часто одеваем на подбородок. Поэтому, естественно, такое ношение маски не защитит. Поэтому я призываю наших телезрителей заботиться, во-первых, о наших пожилых родственников, которые, к сожалению, имеют какие-то хронические заболевания. И для них заболевание коронавирусной инфекцией часто бывает тяжелым испытанием для их организма. Поэтому покупать нашим родственникам пожилым маски, призывать их к ношению масок, тем более в общественных местах, тем более, когда сейчас в поликлинике, в медицинские организации чаще стали обращаться пациенты с признаками респираторной инфекции, и все они сидят в одной очереди и заражаются, это неправильно. Давайте все-таки защищать свою здоровье. Плюс это мытье рук после посещения общественных масок. Давайте напомним эти правила еще все-таки. То есть маска, индивидуальные средства защиты, это мытье рук после посещения общественных мест, это проветривание помещений, это здоровый образ жизни, здоровый сон, правильное питание. Ничего не изменилось. Ну, в принципе, да. Все-таки, что касаемо коронавирусной инфекции, вот эти осложнения, мы же их боимся. Давайте тогда, исходя из этого как раз ответа вашего, Слава Васильевна, скажем, все-таки еще обозначим группы риска. Те, которые прививаться должны... Понятно, что лучше бы все привились, и порог 80% это не предел. Чем больше мы привьем, тем лучше преодолеем. Но все-таки группе риска кто относится? Ну, вы уже сказали, это те, кто имеет возрастные пациенты, имеющие хронические заболевания. Дальше, кто еще? Ну, вообще, конечно же, привиться должны все. Но первое, это пациенты группы риска, имеющие хронические заболевания, пожилые граждане, имеющие хронические заболевания. Это основная группа, которая страдает от осложнений этой опасной инфекции. То есть, вне обострений бегом надо идти. И сейчас как раз, Слава Васильевна, вы сейчас подтвердите, что... Ну, вы уже об этом сказали, что сейчас самое время как раз, чтобы как раз иммунитет сформировался. Конечно. И ко сне, как раз, когда будет подъем. Да, то есть, в нашей вакцине нужно сформировать иммунитет. В среднем это месяц для формирования иммунитета. Да, понятно. Необходим. Ну, вообще, сама каронавирусная инфекция, мы уже не одну программу посвящали этому, да. И очень хочется, чтобы сегодняшняя наша программа тоже еще раз убедила людей, да, что на самом деле мы сейчас вот говорим, ну, никого ни в чем не убедишь, да. Это вот такое правило. Пока человек сам не решит, да, пока он сам не поймет, что это не только его здоровье, да, это здоровье его близких, правильно? Конечно. И когда мы убеждаем в этом, действительно, сейчас уже, наверное, мне кажется, вот пора какой-то там рекламы, пропаганды, наверное, уже, да, ну, мы уже пережили, по сути дела, да, несколько волн коронавирусной инфекции, да. И сейчас ожидается еще подъем, да, получается. Павел Сергеевич, ну, на самом деле, не все так плохо. И сейчас очень активно пациенты идут вакцинироваться, очень активно. Особенно, вот, наверное, в августе мы прерываем в день больше ста человек. Вот, то есть сейчас количество желающих вакцинироваться увеличилось. Организации дают заявки на выезд, сами пациенты приходят. Естественно, приходят те пациенты, которые переболели, которые боятся и не хотят больше повторения вот этой истории. Или близкие их болели, они видели все это на глазах, да. Да, те, которые потеряли, к сожалению, своих родственников. И летальные случаи были. То есть пациенты не хотят болеть. Ну, совершенно с вами соглашусь, Слава Васильевна. Вот даже приходят сами, да, причем прямо отсчитывают 6 месяцев, да, иногда даже не дожидаясь. То есть мы только приветствуем это, да, если приходят через 5 месяцев, пожалуйста, через 6. Ну, не запрещено раньше. Да, да, и прямо приходят и говорят, я на ревакцинацию. То есть и все. Вакцина в доступном абсолютно доступе, как говорится, и все делается для здоровья. Ну, давайте еще обговорим такую тему по электронному сертификату. В принципе, никогда не было проблем получить электронный сертификат. Что-то изменилось, нет, в получении электронного сертификата? Нет, на сегодняшний день ничего не изменилось. Также фиксируются данные о проведенной вакцинации в федеральном регистре вакцинированных, буквально в день вакцинации пациента. И на следующий день пациент получает сертификат электронный. Причем на русском, на английском языке. И, Санна Васильевна, еще вот по ревакцинации, опять же, да, все-таки у нас такая больше тема, потому что, в принципе, у нас все почти вакцинированы, поэтому уже сейчас мы ревакцинацию делаем. Ревакцинироваться лучше тоже той же вакциной, да, которая вакцинируется? То есть спутник ВИИ лучше? Как вы рекомендуете? На сегодняшний день в наличии спутник ВИИ, гамм-ковид-вак, других вакцин практически нет в области. Поэтому сейчас часто многие обращаются, хотим спутник Лайт. Спутник Лайт тоже закончился, его пока в наличии нет. Но хочу всем сказать, что первый компонент спутника ВИИ абсолютно идентичен спутнику Лайт. Поэтому на сегодняшний день мы ревакцинацию проводим первым компонентом спутника Лайт. Также разрешено через 6 месяцев провести ревакцинацию вторым компонентом спутника Лайт, либо провести полный цикл вакцинации двумя компонентами. Вот, например, в предыдущий четверг я себе сделала первый компонент, и через 21 день я буду сделать второй компонент. Я считаю, что это более надежный иммунитет будет после двух вакцин. Я тоже сам сделал ревакцинацию в июне, у меня теперь получается срок в декабре. Я четко знаю, что вы тоже отслеживаете этот вопрос, на контроль держите, чтобы медработники тоже все были абсолютно 100% привет. Не 80, не 90, а 100%. И, в принципе, это соблюдается. Кстати, сейчас медработники тоже очень активно вакцинируются, потому что знают, что... Уговорить не надо никого уже. Нет. Это пора уже прошла. Мы знаем, что приближается. Возможно. Да, вот очень часто иногда все равно люди, вот есть такие, которые еще, как бы, ну, так скажем, сомневающиеся, так мягко сказано, да. Вот давайте все-таки для таких людей скажем, какие есть противопоказания к вакцинации. Хотя, в принципе, мы уже настолько уже часто говорили об этом, да, что их такое минимальное количество, что практически, на самом деле, приваться нужно каждому. Давайте еще раз обговорим их. Ну, на сегодняшний день количество противопоказаний прям значительно уменьшилось. Это остается острое инфекционное заболевание. Если человек в данный момент болеет, болеет в легкой степени, то после выздоровления через 2-4 дня он может вакцинироваться. Если болезнь протекает более в тяжелой форме, то можно выждать неделю, две недели и вакцинироваться. И обострение любого хронического заболевания также является противопоказанием. Но после приведения организма в порядок, после выздоровления также человек может вакцинироваться. Все. Других противопоказаний нет на сегодняшний день для вакцинации. И, естественно, желание. Понятно. Человек, да? Солосин, ну, вы и опытный врач, и руководитель тоже. Все-таки я хочу спросить, вот ваш личный прогноз, как мы справимся с той ожидаемой волной, которая сейчас все-таки потихонечку приближается, мы об этом знаем, и поэтому мы сейчас с вами ведем этот разговор, чтобы еще раз людям довести эту информацию. Вот ваш личный прогноз? Ну, естественно, мы с вами справимся. Да. То как лично каждый справится, вот этот другой вопрос. А мы с вами справимся. Мы же видим, что вирус мутирует, вирус становится не таким агрессивным. Первый вопрос. И второй момент. Мы с вами все-таки, большая часть населения вакцинирована. Вот по территории нашего обслуживания на сегодняшний день вакцинировано 97% нашего прикрепленного населения. 50 тысяч 428 человек. Это хороший процент. Население наше молодцы, что так активно участвует. Да, надо хвалить тоже. Вакцинация, да. Поэтому я думаю, что мы справимся. Общими усилиями. Мы должны это сделать. Ну, Санна Васильевна, ну и, может быть, заключение нашей программы, да, как обычно, мы всегда вот хочется услышать от вас, как от доктора, да, и как от руководителя, значит, вот какие-то пожелания нашим телезрителям в плане здоровья, просто от вас лично. Ну, про вакцинацию мы с вами много сказали. И мне хочется все-таки сказать нашим гражданам, беречь свое здоровье, очень внимательно относиться к своему здоровью, проходить ежегодную диспансеризацию, диспансерное наблюдение, если вы состоите на диспансерном наблюдении у терапевта. То есть нужно внимательнее. Здоровье – это самое дорогое, что есть у человека. В этом мы убедились с вами уже. Поэтому берегите себя, хорошо относитесь к своему здоровью, вовремя реагируйте на какие-то звонки, неполадки в вашем организме, ну и, естественно, вакцинируйтесь. Спасибо большое. Санна Васильевна, ну, тогда не могу, раз вы заикнулись про это, всем тоже не могу не спросить вас, потому что я знаю, что вы четко держите это тоже на контроле. Вы сами заикнулись про углубленную диспансеризацию. Это тем, кто, ну, если к нашей теме, это те, кто переболел ковидом. Давайте немножко все-таки эту тему тоже чуть людям донесем. Что такое? Потому что иногда люди не понимают, да, диспансеризация, углубленная диспансеризация, чем отличается, стоит ли ее проходить, да? Ну, стоит это точно, да? Потому что уже люди убедились. Те, кто прошли эту диспансеризацию углубленную, они точно говорят, что это здорово, когда это хорошо. Доктора дают советы, правильные рекомендации, даже лечение корректируют, правильно? Давайте об этом скажем немножко, а в углубленной диспансеризации. Ну да, кроме ежегодной диспансеризации определенных групп населения, добавилась еще и углубленная диспансеризация для пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Это дополнительное исследование на выявление осложнений после перенесения. Поэтому исследование хорошее, очень часто слышу, да зачем нам приходить на диспансеризацию, кровь и мочу я и так сдам. Да, пришел? Хочу уточнить, что если во время диспансеризации выявляются какие-то неполадки, какие-то изменения в состоянии, мы направляем пациента на дообследование вне рамок диспансеризации. А это очень широкий спектр, вы попадете к любому специалисту по показаниям, по изменениям вашего организма. Поэтому, кроме того, у нас еще и существует медицинская реабилитация пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. То есть следующий этап после диспансеризации, это медицинская реабилитация, это взятие на диспансер наблюдения, если в этом есть необходимость, дневной стационар, это массаж, физиолечение, это ЛФК, и плюс дальше уже мы смотрим на следующий этап, это может быть реабилитация в другом регионе на более высоком уровне. Поэтому, конечно, я поэтому и начала говорить о том, что нужно беречь свое здоровье. А диспансеризация – это тот механизм, который помогает выявлять заболевания на ранней стадии и помогает предотвратить развитие различных осложнений, переход в хроническую форму. Ну, кстати, вот реабилитация, я вот сколько разговаривал с пациентами, им очень, многим очень нравится, потому что на самом деле, вот они даже какие-то там проходят, лечебная физкультура, массаж, там все, они потом эти навыки у инструкторов спрашивают, потом дома продолжают все это, и человек уже действительно к себе по-другому относится, и действительно хочет как-то полноценно жить и дальше двигаться. А так вообще, конечно. И потом, вот тоже, Санна Васильевна, хочу, чтобы вы об этом сказали, углубление спонсеризации, даже в принципе не надо никакого подтверждающего документа, что человек переболел, правильно? То есть, если человек есть желание, и он думает, что он переболел, он может написать, что я хочу проверить, давайте об этом тоже скажем. Если не зарегистрирован случай болезни коронавирусной инфекцией, любой гражданин по заявлению письменному может пройти углубленную диспансеризацию. Спасибо большое, Санна Васильевна. Для этого нужна отдельная тема, я думаю. Посветить наших граждан, что такое диспансеризация. Мы обязательно к этим темам вернемся, обязательно, правильно сказали, это тема уже следующих наших программ. Большое вам спасибо, Санна Васильевна. Такой продуктивный очень разговор получился. Ну что ж, я всем желаю здоровья, всем желаю удачи, успехов. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов.